17 августа тысячи людей собрались в Даугапилской крепости, чтобы принять участие в первом международном фестивале уличного театра и клоунад. На протяжении целого дня здесь царили радость и веселье. Детей и взрослых развлекало несколько десятков талантливых артистов из шести стран мира. Этот праздник смеха был посвящен уроженцу Даугапилсу Николаю Полякову, который выступал в образе Коко, одного из самых известных клоунов 20 века. В преддверии фестиваля состоялась встреча с его внучкой Миной Хасани, специально приехавшей из Великобритании. Она рассказала, что дедушка очень любил родной город и хотел сюда вернуться. И теперь, спустя век после его отъезда, этот круг замкнулся. Помню, как дедушка рассказывал мне, что в его родном городе очень много парков, о том, какой это зеленый город. Еще он рассказывал о красивых зданиях. И сейчас, когда я увидела все это своими глазами, я поняла, насколько он был прав. Еще мне очень живо представляется, что дедушка наверняка был одним из тех мальчишек, которые бегают по валам и очень хотят попасть сюда, в крепость. Возвращение клоуну Коко на родину символически ознамевал подарок, который его внучка подготовила для города. Знаменитые башмаки 58-го размера, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса. Заместитель председателя городской думы Янис Дукшинский всей души поблагодарил за столь щедрый дар и рассказал, что он станет частью экспозиции, посвященной выдающимся уроженцам Даугупилса. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что клоун Коко вернулся в Даугупилс. У нас, конечно, была информация о нем, фотографии и различные описания. Но теперь у нас есть уникальные артефакты, которые будут бережно храниться в центре Марка Ротка под стеклянным куполом и станут ценными экспонатами галереи выдающихся земляков, которые как раз создается в арт-центре. Это поистине уникальный и бесценный подарок. После того, как подарки были вручены, праздник начался. Озорное войско клоунов захватило крепость, мгновение ока превратив ее в огромную цирковую арену. Пока одни из зрителей совершенно неожиданно для себя превращались в актеров, другие вступали в научные диспуты с сумасшедшими химиками, собственными руками мастерили игрушечных лошадей, выполняли зателевые задания клоун Квеста, наблюдали за проделками загадочного черного народца, фотографировались живыми скульптурами и от души смеялись над репризами, которые показывали на двух сценах. На ярмарке можно было приобрести милую безделушку или вкусное угощение, а в приятной прохладе крепостного сада вдоволь повеселиться на аттракционах. Мероприятие просто потрясающее, особенно для детей. Есть где развлечься, есть чем заняться, а попрыгали мы вообще отлично. Было бы неплохо организовывать такое чаще. Супер! Проходим квесты, хотим победить, хотим быть лучшими, самыми первыми. И мы это сделаем! Команды пиратов! Ю-ху! Искренние улыбки расцветали как на лицах детей, так и взрослых. В пестром вихре добродушных клоунов, уличных актеров и искусственных циркачей каждый мог встретить близких для своей души персонажей. Организаторы довольны проделанной работой и надеются, что фестиваль, подаривший посетителям столько радости, приживется в нашем городе. Очень хочется, чтобы у людей были праздники такие, чтобы можно было отдохнуть душой. И посмеяться и над собой, и над жизнью. Может быть, она станет немножко легче. Кто лучше может зарядить, как не клоун, да, то есть некое опять возвращение в детство, перезагрузка. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Озорные и трогательные участники фестиваля унесли всех в свой мир счастья и детства и позволили задержаться там до самого вечера. Огромный воздушный шар поднялся в небо и бы заистил о том, что праздник подошел к концу, и пришло время прощаться, чтобы однажды пережить радость с новой встречи. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга дал выпуска Городской думы. Продолжение следует...